Музыка Всем привет из Франции! Музыка Всем привет из Франции! Мне самое наилучшее пожелание! Сегодня я сделаю видео ответ для моей подписчицы, которая попросила меня рассказать, существуют ли в моей семье женские мудрости, которые передаются по наследству. Но я думаю, такие мудрости, хитрости существуют в каждой семье, и каждая мама или каждая бабушка, тетя или старшая сестра передает что-то полезное младшему поколению. Но начать хочу с того, что, слушая своих старших женщин в моей семье, я поняла, что для женщины очень важно самореализоваться. А то есть это получить хорошее образование, профессию, которая будет востребована, и которая даст независимость для женщины в любой ситуации. И второе, нужно удачно выйти замуж. Я имею в виду под словом удачно не выйти замуж за миллионера, а выйти замуж за хорошего, порядочного и любящего человека. Также очень важно, это дети, сами понимаете, потому что без детей, крепкой семьи, крепкого брака, ну, лично мне очень трудно представить. Затем, естественно, в нашей семье существует такой прямо-таки кодекс, это относительно женского белья. С самого детства меня приучали, что куда бы ты ни шла, где бы ты ни находилась, дома, на улице, на празднике, у доктора, ты всегда должна одевать самое лучшее нижнее белье, которое у тебя только есть. Что у женщины должно быть красиво, не только сверху, но и внизу. То же касается ночных сорочек. У меня нету никаких таких пижамов в медвежатках, хотя я никому не запрещаю их иметь, просто как бы в моей семье принято, чтобы женская одежда была именно женственной. И, как бы, ну, это принято у нас так, и мне это нравится, и, естественно, я тоже использую это в своей жизни. Также у меня никогда не бывает какого-то застиранного или старого, или, упаси Боже, порванного нижнего белья. Я считаю, для женщины это практически, ну, недопустимо. Если вы видите, что ваше нижнее белье уже не такое симпатичное, как только после магазина, то я очень советую от такого и избавляться. Затем то, что всегда мне внушала бабушка, что, Лилечка, ты должна научиться хорошо готовить хотя бы одно-два блюда, но ты должна делать это просто супер. И я очень согласна со своей бабушкой, что действительно даже девушки, женщины, которые не умеют готовить, но имеют пару секретиков и пару своих собственных блюд, они никогда не получат упрёк от своих молодых людей или от своих мужей, что они не умеют совершенно готовить, поскольку даже если что-то не получилось, на следующий день ты приготовил своё фирменное блюдо и скажешь, ну что, дорогой, посмотри, это я не умею готовить. Так что вот эта фишка, она тоже работает и она тоже достаточно важная женская мудрость. Затем тоже я с самого детства была приучена к порядку, что для женщины в доме очень важно, чтобы порядок был везде. И, как говорится, театр начинается с вешалки, то в моём доме на первом месте по санитарии стоят это санузлы, это ванные комнаты, душевые и, естественно, туалеты. Не важно, гостевой это или твой домашний, но должно быть чисто везде, должно везде благоухать, не лежать какие-то ворохи пыли или какой-то, упаси боже, грязи. Сейчас достаточно существует всяких разных средств. Конечно, до этого меня, что бабушка, что мама учили, что нужно делать вот это и вот это, поскольку раньше не всё можно было купить и не было настолько много бытовой, хорошей химии, которую мы можем сейчас использовать. Ну и очень немаловажный факт, который тоже мне, мои старшие женщины передали, это забота о муже и уважение к нему, что если ты замужем, даже совсем небольшой период времени, то, естественно, ты как бы этого человека ты не знаешь и первый период, это когда начинаются притирки в семье. И именно в этот период надо сохранять больше спокойствия, больше терпения и проявлять именно женской мудрости, где-то промолчать, где-то что-то сказать, но очень-очень мягко. Как бы мужчины, они очень отличны от нас, я уже об этом говорила, у меня есть даже видео на эту тему, и поэтому к ним нужен особенный подход. И еще один немаловажный факт, который я хотела бы тоже озвучить, это то, что не нужно рожать детей сразу же после свадьбы. Конечно, у каждого разная ситуация, у каждого все по-разному, у каждого своя жизнь, но в моем случае первый ребенок был рожден после 5 лет совместной жизни, второй ребенок после 3 лет совместной жизни, и я абсолютно об этом не жалею, поскольку для двух людей, которые различны, которые только начали жить, им нужен период времени для адаптации. И если у людей возникают какие-то трения, если первые годы не совсем все получается, и в этот период еще и рождается ребенок, и эти детские болезни, эти бессонные ночи, кормление грудью, и все вот это накапливается, и по статистике очень-очень много семей в этот период распадаются. И когда вы уже поняли, что ваша жизнь семейная, достаточно крепкая, что все у вас складывается хорошо, что вы начинаете понимать друг друга уже с полуслова, с полувзгляда, по моему мнению, по мнению женщин из моей семьи, это как раз тот период, когда стоит заводить ребенка. Ну вот и все. Вот такие вот у нас мудрости, хитрости, называйте как хотите. Может быть у вас они аналогичные, а может быть наоборот отличаются. Если в комментариях вы мне напишите что-то интересное, что принято в вашей семье, и что вам передали ваши старшие женщины, я буду очень благодарна. Всем большое спасибо за внимание, и до новых встреч на моем канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok